Здравствуйте! Это новости на ННТ, в студии Махач Курбанов и небольшой анонс о том, что будет сегодня в выпуске. Президент Ассоциации свадебной индустрии Дагестана обратился к главе Республики за разрешением работы банкетных залов с соблюдением всех мер профилактики. Подробнее через минуту. У нее важная роль в сельском хозяйстве. 20 мая весь мир отмечает День Пчелы. Как ухаживать за пасекой, расскажут сегодня наши коллеги. Много интересных сюрпризов и главное это розыгрыш путевки на Малый Хадж. В Махачкале в летнем зале Дагфилармонии прошел женский вечер нашидов. Президент Ассоциации свадебной индустрии Дагестана Ханум Аджиева обратился к главе Дагестана. На прошедшем заседании оперативного штаба она подняла вопрос о возобновлении работы банкетных залов. Просьбу разрешить работу залов она аргументировала тем, что предприниматели этой сферы терпят убытки, а рабочий персонал недополучает доходов для нужд семей. Аджиева отметила, что предприниматели готовы работать с соблюдением всех мер профилактики от коронавирусной инфекции. Увеличение ежемесячных выплат ветеранам в 10 раз. С 1 июня текущего года выплаты ветеранам Великой Отечественной войны будут увеличены с 2 до 20 тысяч рублей. Такой законопроект приняли единогласно депутаты Народного собрания Республики Дагестан. Данный вопрос на рассмотрение парламента внес руководитель Республики Сергей Меликов. Вице-премьер Дагестана Абдул Муслим Абдул Муслимов посетил 21-ю российскую выставку племенных овец и коз на площадке выставочного центра Минводы Экспо. Он рассказал о роли овцеводства в развитии агропромышленного комплекса Республики. По словам Абдул Муслимова, в Дагестане сосредоточено более 21% всего поголовья овец и коз России. В Республике производят более 25% всей шерсти в стране. По этим показателям регион занимает лидирующие позиции. В прошлом году объем экспорта сельхозпродукции составил почти 28 миллионов долларов. В основном это были рис и баранина. По словам зампреда правительства, в Дагестане уже разработана стратегия развития овцеводства и козоводства, согласно которой к 2025 году объем продукции отрасли должны достигнуть 21,5 миллиардов рублей. Экспортный потенциал баранины 11 тысяч тонн мяса в убойном весе, а уровень рентабельности отрасли 20%. Кроме того, планируется дополнительно создать 500 рабочих мест. Сохраним пчелу, сохраним планету. 20 мая весь мир отмечает День пчелы. Это насекомое выполняет множество функций и служит во благо человечества. Хамзан Нурмагомедов узнавал, как пчеловоды ухаживают за своей пасекой и сохраняют пчел. Ему слово. Без маски и перчаток подходить к пчелам опасно. Хоть они и доброжелательные, по словам хозяев, но могут укусить, если им помешать работать. Эта пасека находится в Манасе. Здесь около 300 ульев. Ее владелец Надыр Ахмедов, пчеловод со стажем. Начинал любителем, а стал настоящим профессионалом. Вот уже 7 лет он радует дагестанцев чистым медом. Часть его улей находится в Высокогорном Огульском районе. Пчеловод – это украшение жизни. Это сельскохозяйственная поэзия. Поэтому пчелы, они исправляют, смягчают сердца. Любовь к этой пчеле, необъяснимая любовь. Хотя там тебя жалят, могут там меду не принести. Ну, все равно это любовь к этой пчеле заставляет работать, ухаживать. Просто любить пчел недостаточно, говорит Надыр. За ними необходимо бережно ухаживать, держать их дом в чистоте, контролировать температуру воздуха и лечить насекомых от болезней. Весной мы полностью меняем все рамки, все черные рамки, обновляем, чтобы на светлые. Это тоже один из таких. Вот это расплод. На пасеке у Надыра установленный апидомик. Это небольшое деревянное сооружение, внутри которого находятся пчелы. Уникальность его состоит в том, что тут можно не только передохнуть, но и получить заряд энергии. Есть такое понятие сон на пчелах. Пчела имеет свою определенную волну. Оказывается, длина этой волны, колебания этой волны очень хорошо действуют на человеческий организм. Поэтому в данном случае в этом домике тут есть четыре улья, тут тоже четыре улья. Если человеку удастся поспать над этими ульями в течение двух часов, он получит такую энергию, такие волны, что выйдет оттуда совсем другим человеком. Пчела – благородная насекомая, говорит специалист. Помимо производства меда, у нее более глобальная миссия – опылять растения. Благодаря пчеле живет природа, и, соответственно, это сохраняет жизнь человека. С каждым годом мы слышим, что травят пчел, пчелы сами гибнут. Вот такая плохая цифра за прошедший год. Если взять общее количество пчел, в Дагестане падеж пчел составила 50-70% от общего количества. Все говорят, что если исчезнет пчела, через три года, может, четыре года исчезнет, это все растительность, и конец настанет. Проблемой сохранения пчелы занимаются на международном уровне. Круглостов по этой теме прошло в Махачкале. Специалисты обеспокоены тем, что падеж насекомых увеличивается с каждым годом. Надвигается экологическая катастрофа. Погибают, много исчезают растений разных. То есть это все связано с пчелой. Чаще всего у нас погибает, мое личное мнение, изометизация. Откуда только сюда пчел не возят. Особенно в последнее время пчелопакеты из Узбекистана стали возить. Чаще всего пчеловоды жалуются, что они больные. И эти же болезни размножаются. Основная проблема, что руководство республики совместно с практиками не работает. Пчеловоды надеются, что руководство регионы услышит и поможет сохранить пчело и развить эту отрасль сельского хозяйства. Хамзанур Магомидов, Магомид Магомидов, Мурат Бибарзов, телеканал ННТ, новости Дагестана. Медицинский колледж имени Башларова отметил свой 10-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в Доме дружбы, куда поздравить директора и студентов прибыли представители Министерства по национальной политике и делам религии, Министерства по делам молодежи, представители Муфтията, а также представители Министерства образования и науки. Приглашенные в своих выступлениях отметили, что за 10 лет колледж стал одним из лучших профессиональных образовательных учреждений, занимающихся подготовкой медицинского персонала. 1500 выпускников, 4700 учащихся – это крупное образовательное учреждение. Я хочу обратиться к нашим выпускникам этого колледжа, студентам. Я очень надеюсь на то, что выбор медицинского образования – это осознанный ваш выбор, это осознанный ваш жизненный путь. Вот здесь одна девушка сказала, я люблю этот запах, я люблю пациентов, я хочу в больницу. Конечно, на первый взгляд это какое-то странное желание, но именно таковым, мне кажется, должен быть в медицинской работе. Нам всего 10 лет, и мы сделали многое. Были взлеты, падения, победы нас мотивировали, неудачи служили урокам. Я признательна профессорско-приводовательскому коллективу, сотрудникам и студентам, что к празднованию 10-летнего юбилея мы подошли с достойными результатами по всем направлениям подготовки и настроены впредь высоко нести имя колледжа, названного в честь выдающегося исламского ученого, суфийского шейха, известного общественно-политического деятеля и врача Сайфулыкадзи Башларова. Нашиды на разных языках, театральные постановки и розыгрыш путевки на Малый Хадж. В Махачкале, в летнем зале Дагфилармонии, прошел женский вечер Нашидов. Масштабное мероприятие посвящено празднованию Ураза Байрам. Подробнее расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Сохраните благоухание Рамадана – основная цель этого праздничного вечера. Посвящен он сегодня только женщинам. Я так хочу возвысить каждую женщину в Дагестане. Если бы была моя воля, я бы до них подняла бы все, потому что вы все это заслуживаете. Я знаю, как тяжело женщине в Дагестане. Я знаю, как много труда и сил вы вкладываете в то, чтобы создавать объект в семье, воспитывать детей. На сцене тоже представители прекрасного пола. Благотворительный вечер открывает благозвучным Нашидам семейный дуэт. На вечере с замиранием сердца все ждали розыгрыша путевок на Малый Хадж. Сначала победителя выбрали среди тех, кто приобрел билеты на мероприятие. 22-й ряд, место номер 8. Да, пожалуйста. Я из села приехала. С какого? С Селени Абхи, Ульярский район. Мы поздравляем вас искренне. Все темы, которые вы сейчас знали, эти аплодисменты. Ваша честь, мы вас искренне поздравляем. Женский центр «Мариом» разыграл путевку и на Большой Хадж. Для участия в конкурсе было достаточно снять социальный ролик. Руккомитет единогласно выбрал победителем Софию Фокину с работой «Мама устала». Розыгрыш призов дополняли национальные песни на духовные темы в исполнении звезд дагестанской эстрады. Хореографические ансамбли демонстрировали народные танцы. Кроме того, зрителям показали и театральные постановки по злободневным проблемам общества. Организаторам удалось впечатлить гостей мероприятия. После вкусия Рамадана оно еще ощущается. Однозначно сближение сестер, сердец наших, теплые объятия, приятные лица. Много благого. Особая благодарность, особая благодарность великой женщине, благословенной Патимат, которая, я считаю, находится сегодня на очень правильном пути. Она решила организовать женщин, она решила вмешиваться в досуг женщин, чтобы наши женщины, мусульманки, себя в этом цивилизованном мире чувствовали себя на уровне. Для организатора вечера важно было объединить мусульманок. Это как напоминание, что женщина в исламе – сокровище, которое нужно хранить, поддерживать и давать возможность развиваться. Я очень надеюсь, что сегодняшний вечер, и вот такое количество женщин вместе, будет духовное единение. Этот вечер, что посеет семена любви, доверия друг к другу, милосердия друг к другу. Мне кажется, нашему обществу сегодня это очень важно и нужно. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Выставка «Открытая ладонь» проходит в Дагестанском музее изобразительных искусств. Она посвящена 100-летию Дагестанской АССР. На экспозиции представлены работы Петербургского объединения дагестанских художников. Среди авторов картин – заслуженные художники и деятели искусств. Выставка в музее продлится до 18 июля. Сборная Дагестана по тяжелой атлетике готовится к чемпионату России. Главные соревнования этого сезона стартуют 1 июня в Ханты-Мансийске. В эти дни команда проводит финальный этап подготовки. Сборы на базе в пригороде Махачкалы по стиле наши корреспонденты. Курбан Рагимов продолжит. Упорный труд всегда окупается. С таким оптимистичным настроем 16 дагестанских тяжелоатлетов готовятся к своим основным стартам. До первого и самого главного остается уже 10 дней. Подготовка команды к чемпионату России в Ханты-Мансийске вышла на финишную прямую. Первый этап усиленных тренировок пришелся на месяц Рамадан. Сейчас задача выйти на пик спортивной формы. Все тренировались у себя в залах. Было тяжело, но на ребят как-то они все молодые и так не сказывалось. Мы приехали с СКФО. Многие ребята были в форме и сейчас мы их нагружаем. Вторая неделя будет более такая расслабляющая, разгрузочная, чтобы попасть на чемпионат страны уже в оптимальной форме. Основные медальные надежды тренерский штаб сборной связывает с Исмаилом Гаджибековым. В секцию тяжелой атлетики признается спортсмен попал случайно, только около пяти лет назад. Уже два года махачкалинец входит в число призеров на чемпионатах страны, однако за все это время он так и не получил вызов в сборную России. Последний результат – 230 килограммов в сумме. На предстоящих соревнованиях 25-летний атлет намерен прыгнуть выше головы. Старший тренер сборной России, как я слышал, сказал, что в моей категории меньше 250, кто набирает, не поедет. А 250 – это сумма международного, мастера спорта международного класса. Это огромная сумма вообще по идее. Но мы к ней движемся, я думаю, приблизимся. Но они должны были вообще, как я думаю, что сборная России должна была помочь вот эти оставшиеся 20 килограмм добрать. Я думаю, я бы за эти два месяца сбора там добрал бы и, в принципе, на Европе я мог даже призы попасть. У нас ведь по-спортивному злит, наверное, и кто-то хочет. Есть внутренняя агрессия в любом случае. Я только дохожу по-любому своему. В числе фавориток в своих категориях и девушки – Мадина Баймурадова и Саида Мурзабегова. Обе спортсменки месяц назад помогли сборной Дагестана выступить успешно на чемпионате СКФО. На СКФО поехали мы, так сказать, такой хорошей командой, полной командой, можно сказать. Девочки у нас заняли третье командное место, ребята – второе командное место. Давно такого результата не было на самом деле. Тоже сказывается поддержка президента федерации. У нас два золота, два серебра, в зачете две бронзы. Ребята, еще девочки у нас выступали, к сожалению, получилось, что вне зачета. Поэтому, очень, честно сказать, надежды большие. То, что СКФО, вот такой результат был, на России, надеемся, дальше больше результаты лучше показать. Победы на окружных соревнованиях, возможность проводить сборы и трудиться в хороших условиях дают тренерам повод для оптимизма. На чемпионате страны тяжелоатлеты Дагестана нацелены только на золотые награды. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все на сегодня. Оставайтесь с ННТ. Смотрите нас на сайте nnttv.ru. Всего доброго.